28 глава, 18-20 стих. Смотрите. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле!» Итак, идите, научите все наводы крестья их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и все с вами во все они до скачания века. Аминь. А на что сказали бы? Обратить нужно особое внимание. «Приблизившись, Иисус сказал...» Ну, приблизился не верно, все равно всегда к нам близко. Думаю, это не главное. Что Ему дана всякая власть на земле и на небе, но если Бог, и так понятно. Сатана говорит «Дана Мне власть». Да, он лжет, как всегда. Я нахожу главные слова, которые должны нас коснуться, на которые я могу конкретно ответить, принять участие в исполнении этих слов. Следующее. «Приблизившись, Иисус...» Ну, как я могу? От меня не зависит ничего. «Приблизиться. А вот идите и научите все народы и так». То есть, то, что я сказал, вы знаете, все принадлежит мне, и вы идете не на чужую каноническую территорию, а на Господнюю. И те, которые говорят о канонической территории, они лгут на эти слова. Христу принадлежит ни папа, ни епархию. Мы ведь невнимательны. А если были бы внимательны, то самое маленькое и незначительное, что делает с нами Господь, могло бы послужить для большого дела. Сказал, а почему так сказал? А это может быть знамение, а может Господь меня предупреждает. Не надо ждать, чтобы персты Христову появились, и неизвестно чьи, и написали. «Мене мене декалу парсим». А представьте, что эти персты появились бы здесь на алтаре. Мы-то думаем, мы православные, у нас все как надо. А вот я говорю об этом, что может случиться воровство. Двери даже на лоношке у прихожей вот здесь не закрывается. А тут крючок из гвоздика. Семидесятки. Один. Это же смешно, даже ребенок оторвет. Но случилось это воровство. Узнали, утром пришли, там наушники, это через неделю, потому что никто сюда не заходит. Самый близкий старостный живет через дорогу. Он целый день парится на поле, ему до этого тут охранять. И вот зашли все разорено, ничего нету. Ни рис, ни чаши, ни крестов, ни икон, ничего. А не надписи. И Господь бы сказал, и ничего постороннего не заносите сюда. Я знаю, как отнесутся к этому священники. Но мы можем это вообразить? Господь сказал бы, я вам не повелевал то, что у вас есть. А слово вае оставили. И большая Библия лежит там на алтаре. И ты священник стал бы опять старое все. И Господь бы предупреждил его, как Илью. Последний раз предупреждаю. Если еще будешь заносить то, о чем я не говорил, я убью тебя. Он заносил бы, священника убили. На его место другого. Другой бы попаялся. Семер его убил, Господь восьмой бы не пошел. И сказали, что в одной Библии лежала. И тогда вот на стене дошло. Это делает Бог. Но пока этого нет, быстро хотя бы вообразите. Спросят, а как ты бы приорегировал на то, что у нас обохрали алтарь? Если бы выводы сделали правильно, я бы отреагировал так. Да будет. Чтобы никуда не отвлекались. Чтобы все кодилы у больки вылетели оттуда. Я православный, я все принимаю. Но ведь может быть по-другому. Бог терпит, терпит. Долго, да крепко бьет. Бог может явить свое знамение, именно с нас это начать. Потому что мы молимся. Чтобы не быть упорными. Вы же молитесь? И Бог услышал. И решил нас проверить. И решил нас от ненужного избавить. А ненужным нашел то, что отвлекает. Вы видите, как когда я говорю Слово Божие, меня священник выдавливает уже к кресту, подает. И в это время говорили. То есть места нет у проповния вообще. Это все не случайно. А если я не выделю, не говорю. Никто не лохнет и искать не будет. А чего? Служусь правильно, все как положено. Да ведь ты по Слову Божию посмотри, сходится все у нас или нет. Второзаконие. 24.8. Смотри, тщательно соблюдай, исполняй весь закон. А впереди читали. Вы сейчас отмечаете все, что я повелел вам. Я на это давление делаю. Я повелел. Вот сейчас бы встал Господь и встал нас прямо оттуда подводить и сказать, я велел тебе и показывал на все. Но если я Библию знаю, я бы сказал, Господи, этого нет. Но я даже не против. Так, а там написано, раз, не велел делать. И по порядку прошел, по алтарю провел, тем более я чтец, могу заходить в алтарь и вышел. Теперь давай подведем итог. В любом храме так. И вы делаете то, чего я не повелел вам. Сегодня в храмах делается торговля, любые безбожники. Все приходят, причащаются за деньги. Не крещение, а мочение, не наученные люди. Я бы повелел вам это делать, Господь. Да ведь сегодня фактически одна война против слов Христа идет. Против вот этого, что я прочитал здесь. Как этого не видеть? Если я глухой, полуслепой это вижу, как это можно было 2000 лет не видеть? Поехали праздновать 1020 лет. В конце мы сказали, противление 1020 лет. Противление Богу и Егове. Даже имя его спрятали. Ведь нет этого. И опять встречают колокольный звон. Опять с ващами. Они не носят меркесок, режут. Даже Израиль этого не знал. Просто оставьте мертвецам хоронить мертвецов. И это уже не духовное дело. Духовное дело это подражение духовному. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. То, что у нас есть у Павла, то ничего этого не было. Я говорил вчера о проповедь, о благовестии. Все послания, все переполнено словом благовестия. Слово благовестия, священник 50 лет прослужил, я ни разу его не сказал. Он только считать не считал. Я задаю вопрос, скажите, вот в 52 года ты в священниках, седой, хороший. Отец Михаил, ну было ли так, что зайдя с улицы, человек сказал бы, истинно с вами Бог. Ну как говорит апостол Павел? Ну как это? Ну как Павел говорит? И войдет незнающий. И всеми он обличается. Всеми судится. И он пойдет вниз с лицом на землю и скажет, истинно с вами Бог. Вы все узнали. Я разговаривал с людьми, которые обратились, которые ко мне заезжали. Я говорю, как ты обратился? Он говорит, я комсомольский был, секретарь. И у нас на работе работал верующий. И мне сказали, ты проследи, куда она ходит. Я за ней увязался и оказалось, что в аптиске. Ну я пришел, сел на заднюю скамейку. Гляжу, все такие, как я. Меня никто не знает. Ну вот он вышел на трибуну, на капиталу. И стал говорить. Я гляжу, он про меня все рассказывает. Я потихоньку налево, глаза скосил направо. Кто на меня смотрит-то? Как он меня узнал? Потом обернулся. Все на него смотрят, на меня никто. Его слово Божье показало, что он такой. Мне говорят, вот Харистка сидит. Это стихотарь порт-организации. Она обратилась, говорит, у баптистов. У нас это невозможно. Она обратилась от живого слова. Ей засвидетельствовали. Идите по всему миру и научите. Идите. Это слово каждому из нас. Я прошу вас, в воскресные дни ничего дома не делайте. То, что в обычные дни делайте. На огород не заходите, если можете. Если можно. Уж не говорю, там тяг, дрова пилить. Ну сократите себя. Ни один адвентист во всем мире в субботу никогда не выйдет. Израиль. Свет не зажигает. Ни в одном самом элитном ресторане пищу не подогревают, плитку не включают. Нам непонятно. День Господень есть посвятитель для Господа. Ничего не случится. Будет так, как Господь назначил. Ты можешь день и ночь трудиться, напрасно строить, если Господь не садишь здесь дома. Ты можешь все решетки здесь повесить, напрасно, если Господь не охранит. Нас Господь охраняет. Чья-то молитва. Но этим не надо злоупотреблять. Бог дал определенное. Ты можешь молиться, но ехать на поле. Ты молись. Но однако трактор заводили, мальфируют. Ты молись, но кого бы все-таки половить надо. В город молоко отвезти надо. Не надо. Я верующий, мне Бог сам подаст. Богу угодно, чтобы потели. Бог потных людей любит. Слышали? В поте лица будешь есть. А если пота не было и ешь, ты дармоед. Самый настоящий паразит. И такое слово на Стражном Суде Бог покажет нам. Четвертая книга, Старш 17, 3. Возвратитесь со злых путей ваших. И соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которые я заповедал отцам вашим. И которые я преподал вам через рабов моих, пророков. Заповеди Господни уже даны. А мы должны сказать, Господи, заповеди даны через рабов твоих. Сегодня через рабов церковных спрятаны. Через рабов епископа уничтожены. Через рабов патриарха недопущены. Через рабов монашеских скрыты. Мы должны расширить это сегодня. Наше положение много-много хуже израильского. Они имели и не исполняли. А мы не имели, нам и мы не дали это слово. Притча 13, 19. Не считая постравления отвергающему учения, а кто соблюдает наставление, будет честнее. У вас висит в школе это. Не считая постравления, чтобы дети не отвергали учения. Тронули их, чтобы ребенок выучил один стих. Вы находите такое наказание, которое связано было бы с продвижением вверх. Вот пятница у нас был костер. Мне говорят, когда поют, а другие разговаривали. То есть он сам не мог помочь петь. И в это время мешал другому. Я им дал сразу наказание. Выучить по одному стиху. Во-первых, прихожу, уже они по одному стиху. Все рассказали. Какое-то стихотворение. Кто-то спотыкался. Ну и дальше все. Очень просто даже. Плохо просчитал. Заном заставил его. Ближу уже более внятно, четко. А потом ты ему разъясни. Так это не мои дети. Я их отдам через две недели. У меня их никогда, может, и не будет. А это твои, с которыми ты явишься. Это твои кормильцы. Не считая постравления, тебе старым будет, если ты в детей не вложил учения Христового. Первое Иоанна 3,22. И чего не попросим, получим от него. Какое хорошее обещание от Бога. Но не забывайте, оно не безусловное. Если мы попросим и получим, то тут запятая стоит. Получим тогда, и потому что мы соблюдаем заповеди его. И делаем благоугодное перед ним. А грешников Бог не слушает. Если ты не слушаешь Господа, то и Он тебя не слышит. У меня издают книги через одного человека. Типографии. В разных городах. Такая связь. Посредняя. Им нужно покинуть помещение. Я по деревне проехал, попросил всех помолиться. Мне сообщили из барона, не могут найти помещение арендовать. И что? Прошло несколько дней, мне не терпится узнать, какой результат молитвы. Мы с детьми были на поле, встали на колени под березкой. Молительница там есть такая, молительное место. И мне говорят, после обеда все время искали, нигде ничего не было. После обеда только поехали, сразу нашли место. А ты что, по вашим молитвам? Да. Уже получили. Получили место хорошее, недалеко, где я живу. Аренды, вроде бы, не так и дорогая. 46 тысяч в месяц платить будут. Длинный Господь, если мы будем соблюдать заповеди Его, примут из Соломона 6.4. Ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали закон, а не поступали по морю Божию. Это, конечно, к имеющим власть. Дови из детей, и будьте слишком суровы. Ребенку разнеси по слову Божию. Наивлавнейшее, в детях вселите страх. Страха в детях не будет, это дети чужие. То есть еще один-два преступника растет в мире. 1 Коринфян 11.2. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните. Что мое? Наставление. Как соблюдать заповеди? 1 Иоанна 2.3. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Ты хочешь узнать? Вот написано. Если любишь меня, соблюдите Мои заповеди. Проверить очень просто. О заповеди нужно знать. Ревизию надо проводить каждый день. Каждую неделю. Да и постоянно. 1 Тимофея 6.3.4. Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения о благочестии. Тот горд ничего не знает. Но заражен страстью к состязаниям. Он все время будет спорить. Упорное сердце, оно всегда противится словам Господня. И Павел говорит 2 Фессалоникийсам 3.6.12. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брака, брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Кого принимаешь в дом? По заповеди он поступает. Кто бы к вам не приехал, если человек невраждебный, приглашайте их на богослужение. Зовите. Им это никак не будет во вред. Мы, где бываем в городе, мы посещаем и баптистов, и адвентистов, и даже к мусульманам, ходили к католикам. Я ни одного посещения не могу назвать для себя вредным. Я знаю истину, можно побеседовать с руководителем, полезное взять у них. Мы обладатели всей полноты истины, хотя она нам дана. Деяние. 20-20. Помните, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не мучил бы вас всенародно и по домам. Не упустил ничего. Сегодня эти слова, прощаясь, священник, может сказать, и запомните, я ничему вас не мучил, ни в храме, ни ходил по домам. Мы все должны перевернуть сегодня. И он должен сказать, что кровь ваша на мне, на детях моих. А сегодня-то они не понимают даже эти слова. 20-я глава, Деяние апостолов, это глава приговора сегодняшнего священства. Деяние 27-й, 20-я глава. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Значит, ее можно упускать, а можно не упускать. А чтобы волю Божию возвещать, ты ее должен очень хорошо знать. И сравнивать с тем, где ее упускают. И скажи, результат такой здесь, а вот здесь такой. Как дети относятся к скотине, к птице, ко всему. Я еще сказал тому, кто загоняет до вес, расчет сделать и сегодня. Чтобы он понимал, это имелось и у него внутри юридическое обоснование его греха, что он за это должен рассчитываться. Колоссиным 1, 28, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, что он представит всякого человека совершенного во Христе Иисусе. Совершенный человек, преображенный в духе святом, он войдет в Царство Небесное. Я не упускал, Павел говорит, ничего. Если упускал и не проповедовал, не вразумлял человека и не научил всякой премудрости, то и не представил человека пред Господом. Результат 1. Ты не знаешь заповедей, ты нарушаешь, нарушаешь, погибаешь. Просите Бога, каждый, Господи, дай мне заповедь Твою, как основу дыхания моего. Не сяду за стол, пока не прочитаю хоть несколько стихов Священного Писания. Поставь себе, просто один ты дома или где-то, Библия, чтобы лежала на столе. Так я не успел прочитать, некогда считать, все, пошел без обеда. И ты увидишь, как положение сразу изменится. Начинайте работать. Я понимаю, спать охота, трудно бывает. Поставь за нас, днем не ложиться. Как бы тут оно ни было. Я прошу, но пока упорствуйте. И здоровье ваше ни у кого не улучшится от этого. Бейтесь. Я опять обращаюсь к опыту. Я сижу в камере, а там, где не ночью, горит лампочка, вкрутятся все. Я ни разу в течение года не лег днем. А вставал на 2 часа раньше, в 4 часа. Ни разу. Падаю. И сам себе говорю, негодник, какое ты имеешь право ложиться? Поезда бегут, охранники охраняют, солнце восходит. Ты пришел исправиться. Ты преступник, тебя держат здесь. Ты должен выйти другим. Ты себя накачивай, болей. Как говорят, нашинковывай. Страхом Божиим. Ни на кого не ссылайся, а скажи, я должен. Я люблю Господа. Я буду стоять ради Господа. Никогда в храм, в храме зря не сяду. Но есть больной, тому и положено сидеть. Откровение 22.14. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы им иметь право на древо жизни. А если не соблюдают, древо жизни нет. Древо жизни к нему не имеет отношения, а без древа жизни нет жизни. Ититут 2.1. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением. Здравым учением называется Евангелие. Самые противные слова в православии сегодня, это слова, сказанные апостолом Павлом Филиппийцем. Подвязайтесь единодушно за веру евангельскую. А вера евангельская только в Евангелии. Вы старайтесь с кем дружить, и близки бываете, попросить его помочь вам. И скажи, ты вот рядом живешь, видишь, что у меня не по Евангелию. В воспитании детей, в отношении к скотине, к ближнему, в ракоте, по отношению к мужу и жене, что они по Евангелию? Подвязайтесь. То есть старайтесь, как будто подвяжите себя к этому. Приложите все силы, чтобы в конце мы могли сказать, Господи, я сделал все, что мог. Вот дети, которых ты дал мне, я их привел. Вот слово, которое животворило меня. И я говорю это во имя Твое. Садяло нас с твоими благовестниками, и доведи на царствие Твоего, Аминь.